В 1960 году произошла одна из самых трагичных катастроф в истории космонавтики. Взрыв на космодроме Байконур унес жизни около ста человек. Советские власти засекретили все, связанное с этим. В этом видео я хочу рассказать об этой катастрофе, а также о других страшных происшествиях, связанных с покорением космоса. Две первые катастрофы США и СССР, X-15 и Союз-1, были двумя важными миссиями в истории космической эры, которые, к сожалению, закончились катастрофами. Можно, конечно, поспорить на предмет того, относится ли проект X-15 к космической программе, если это гиперзвуковой самолет, а не ракета. Но тогда сами рассудите. Полет Гагарина в космос состоялся на высоте 160 километров. Точнее, ее параметры менялись, но это другая история. Официально воздушное пространство над государствами заканчивается по линии кармана 100 километров, так как на этой высоте начинается космос. По стандартам в США считается начало космоса на высоте 80 километров. Атмосфера Земли заканчивается на высоте 3000 километров. Так, что считать космосом? Проект X-15 был экспериментальным гиперзвуковым самолетом, который разработали в США еще в 1950-х годах фирмой North American. Первые полеты начались в 1959 году. Этот самолет совершил 199 полетов на скорости свыше 7 махов. Летал он на высоте выше 100 километров. Кстати, интересный факт. С 1960 по 1962 год на этом самолете летал тот самый Нил Армстронг, который потом высадился на Луну. За время всех этих полетов была всего одна катастрофа со смертельным исходом. Это был 191 полет. 15 ноября 1967 года. Для пилота Майкла Джеймса Адамса это уже был 7 полет на X-15. Так что он уже имел опыт управления этим аппаратом. Но во время набора высоты самолет попал в гиперзвуковой штопор. Адамс не понимал, как на такой скорости вернуть управление машине, так как никаких инструкций на этот счет не существовало. Он отчаянно боролся с машиной, и спустя некоторое время ему удалось восстановить управление самолетом. Однако, по неизвестным причинам, самолет разрушился прямо в воздухе. А «Союз-1» это был уже не самолет, а первый пилотируемый космический корабль. Прошу не путать с первым полетом человека. Так как Гагарина запустили как болванку, то есть на его месте могла быть собака или обезьяна. Ничего бы не изменилось. Так вот, Владимир Михайлович Комаров был первый советский космонавт, который управлял пилотируемым аппаратом. По плану этот корабль должен был выйти на орбиту, а следом за ним должны были запустить второй корабль «Союз-2». Там должна была пройти первая в мире их стыковка. Но из-за проблем на старте с «Союз-1» этот план был отменен. Как только «Союз-1» вышел на орбиту, то у него сразу начались проблемы. Не раскрылась одна из панелей солнечных батарей, потому корабль стал испытывать нехватку электроэнергии. В итоге решили прекратить полет досрочно. На 19-м обороте вокруг Земли корабль сошел с орбиты. Комаров, управляя кораблем, делал все правильно, четко по инструкции. Но уже после вхождения в плотные слои атмосферы на высоте 7 километров, вытяжной парашют не смог вытянуть основной парашют из лотка. А на высоте 1,5 километра основной парашют не сработал. Его стропы обмотались вокруг неострелянного вытяжного парашюта от основной системы. В итоге аппарат ударился о Землю на скорость 180 километров в час и загорелся. Но космонавт погиб мгновенно от самого удара еще до пожара. Только представьте его состояние за секунду до смерти. Его парашютная система подвела дважды. ВСС Энтерпрайз 2014. Мы живем в удивительное время. Если раньше покорять космос могли себе позволить только целые государства, то сегодня этим занимаются частные компании. Компания Virgin Galactic, основателем которой является миллиардер Ричард Брэнсон, планирует проводить коммерческие полеты в космос. 11 июля 2021 года космолет ВСС Юнити уже совершил первый коммерческий рейс, на борту которого среди шести пассажиров был сам владелец компании Брэнсон. Уже сегодня около 600 человек оплатили билет и заняли очередь для полетов. Но сначала нужно все проверить, потому проходят испытания за испытаниями. И одно из таких испытаний плохо закончилось. Космолет ВСС Энтерпрайз 31 октября 2014 года потерпел крушение во время полета. Причиной трагедии послужила ошибка помощника командира корабля. Из-за перегрузок он занервничал и разблокировал хвостовое оперение, переведя его в положение торможения раньше времени. Во время разгона это делать категорически запрещено. Но компания полностью полагалась на профессионализм пилотов, не учитывая психологический фактор. В итоге от перегрузок космолет развалился в полете. Командир катапультировался, а его помощник погиб. Выживший пилот рассказывал, что его сознание отключалось дважды. Первый раз из-за перегрузки, а второй раз из-за нехватки воздуха. Аварийную систему подачи кислорода включить не успел. Он очнулся от рывка парашюта и смог благополучно приземлиться. Возгорание топливных баков на Байконуре в 1960-м. На космодроме Байконур в 1960-м году за 30 минут до запланированного запуска межконтинентальной баллистической ракеты R-16 произошел несанкционированный запуск двигателя второй ступени. Из-за этого разрушились баки первой ступени и произошел взрыв компонентов ракетного топлива. Как обычно это водилось в СССР, про эту катастрофу никто не знал. Ведь все засекретили. Информация об этом стала доступна лишь в 1989 году. В результате катастрофы погибло от 92 до 126 человек. Но точные цифры до сих пор неизвестны. Такие жертвы были из-за нарушений правил технической безопасности. Погибло много высокопоставленных инженеров и военных в офицерском звании, включая главного конструктора ракеты Митрофана Неделина. Это происшествие получило название «Катастрофа Неделина» или «Байконурская трагедия». Взрыв топливных баков на Плесецке в 1980 году. И снова коснемся военной темы. На этот раз 18 марта 1980 года на космодроме в Плесецке планировали запустить военный спутник. Но в ракетоносителе «Восток-2М», которая должна была вывести этот спутник на орбиту, произошла утечка топлива. В итоге произошел мощный взрыв. За ним еще четыре взрыва и снова людские жертвы. Почему во время запуска ракеты опять погибают люди? На этот раз погибло 48 человек. Среди них было много солдат-срочников, которые стояли по периметру, охраняя площадку старта. Они сгорели заживо. Расследование показало, что причиной послужило применение каталитически активных материалов при изготовлении фильтров перекиси водорода. Но это определили аж в 1996 году на повторной комиссии, где реабилитировали личный состав боевого расчета космодрома. Ведь изначально все спихнули на них. Катастрофа на космодроме Сичан в 1996 году. Китайский космодром Сичан действует с 1984 года. Его начали строить еще в 1967 году. Но в 1972 финансирование проекта прекратили из-за политической чистки ученых. Строительство возобновили лишь спустя 10 лет и закончили в 1984 году. В том же году состоялся первый запуск ракеты. Конечно, и в Китае тоже не обходилось без трагедии. 14 февраля 1996 года со спутником на борту стартовала ракета Чанчжэн-3Б. И через 22 секунды полета упала на деревню. Сколько человек погибло в деревне, до сих пор неизвестно. Китайские власти сообщили о 6 погибших и 57 раненых. Разные западные источники не согласны с этим и считают, что жертв было больше. Причиной трагедии послужил отказ электроники в системе управления полетом. Гибель Майка Хьюза 2263 года назад. Впервые греческий ученый Эртосфен Киринский вычислил радиус Земли. По его расчетам получилось 6287 километров. Что не сильно отличается от современных данных в 6371 километров. То есть в отсутствии ракет и спутников люди не сомневались в том, что Земля круглая. Что же случилось с нашими современниками? 64-летний. Майк Хьюз был одним из плоскоземельщиков. И вместо того, чтобы забраться на гору или полететь на самолете, он захотел построить свою ракету, чтобы полететь на ней и доказать всем, что Земля плоская. Заметьте, что его ракета должна была подняться на высоту 1525 метров. Есть много гор выше. На этот проект он потратил 18 тысяч долларов. Что могло пойти не так при таком бюджете? На этом видео мы видим, как его ракета на паровом двигателе взлетела и потеряла парашют в самом начале. Но кто ему мешал надеть парашют на себя лично? Он мог спросить у любого планериста о системе безопасности. И они бы ему рассказали, что обязательно одевают специальные компактные парашюты. Даже больше. Они бы могли покатать его на высоте выше 4000 метров, где он без риска для своей жизни мог бы полюбоваться с земными красотами. Вот к чему приводит, когда плохо учишься в школе. Аполлон-1. Эта трагедия произошла 27 января 1967 года, еще на стадии тестов. Самое ужасное то, что все происходило на Земле и по идее было кому помочь в случае неудачи. Была произведена симуляция запуска корабля и внутрь был запущен кислород с высокой концентрацией. Но проблема в том, что вдруг начался пожар, а кислород эффект усилил в разы. Все произошло очень быстро. В итоге все три члена экипажа, Виргил Грисом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи, сгорели заживо. Ужасная смерть. Даже врагу такого не пожелаешь. Но какие причины трагедии? Корабли серии Аполлон использовали чистый кислород с низким давлением вместо обычного воздуха, потому что это было легче и удобнее для выхода в космос. Но на Земле и во время тренировок давление кислорода было повышено, что делало некоторые материалы очень горючими. НАСА не хотела менять этот газ на смесь с азотом, потому что считала это безопасным и простым. Скорее всего, пожар начался из-за искры или короткого замыкания в проводах. Комиссия, которая расследовала аварию, нашла несколько мест в корабле, где это могло произойти. Как только начался пожар, огонь быстро распространился и повредил скафандры астронавтов. Сложный люк и его замки не дали экипажу быстро открыть люк изнутри. Комиссия сказала, что астронавты умерли от того, что дышали дымом через 14 секунд после начала пожара. Союз-11 Союз-11 — это был последний корабль в миссии «Союз». 6 июня 1971 года старт прошел в штатном режиме. Экипаж в составе трех человек, пробыв на борту станции, 23 дня поставили мировой рекорд по продолжительности нахождения человека в космосе. 30 июня 1971 года уже во время возврата домой на Землю произошла утечка воздуха. Космонавты просто задохнулись. Страшно представить, как твое сознание постепенно гаснет из-за отсутствия кислорода. Это была первая в истории смерть людей в космическом пространстве. После этого происшествия ввели обязательно правило использовать скафандры во время старта и посадки. То есть они 100% должны были выжить, если бы это правило было введено заранее. Столько человек работало над проектом, и никому не пришло в голову такое простое решение. Трагедия произошла из-за технической поломки в системе отсоединения спускаемого аппарата. Катастрофа Челленджера В этой катастрофе все семь членов экипажа оставались живы до самого конца. 28 января 1986 года на высоте 14 километров. На 73 секунде полета шаттла Челленджер произошел отрыв левого ускорителя от одного из двух креплений. Он пробил основной топливный бак и произошел взрыв. Кабину с пилотами оторвало в результате взрыва. Члены экипажа были в сознании и даже успели включить персональные приборы подачи воздуха. Они погибли от удара о воду при падении с высоты 20 километров. Среди членов экипажа была обычная учительница Криста Маколев, которая выиграла общенациональный конкурс на право лететь в космос. Вот как иногда случайность может влиять на судьбу человека. Эта катастрофа снималась на видео, и за этим происшествием наблюдало огромное количество зрителей. Даже комментатор не сразу понял, что произошла трагедия. Все наблюдатели надеялись, что ситуацию можно исправить. Катастрофа Колумбии И опять катастрофа уже во время возвращения на Землю. Но трагедия была предрешена еще на этапе взлета. Только об этом никто не знал. Хотя нет, инженеры предполагали, что могла повредиться изоляция, и настаивали на визуальном осмотре астронавтами места повреждения. Руководство НАСА им в этом отказало. Также было отказано в получении данных от военных. Лично я не понимаю, почему начальство проявило такой пофигизм. Дело в том, что во время взлета от топливного бака отлетел кусок твердого изоляционного материала и повредил керамическое теплозащитное покрытие на крыле шаттла. В итоге, 1 февраля 2003 года при возврате на Землю часть крыла шаттла не выдержала высоких температур. И аппарат полностью развалился в воздухе на высоте 63 километров. Погибло 7 астронавтов. Это событие привело к приостановке полетов шаттлов на целых 2 года. Исследование космоса всегда сопровождалось опасностью, но с развитием технологий эти полеты становятся все более и более надежными. Уже не за горами то будущее, когда обычные люди смогут летать в космос, как сегодня это делают на самолетах. На этом у нас все. Всем пока. Продолжение следует...